МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Губерния. С событиями, происходящими в регионе, вас познакомят наши корреспонденты и я, Сергей Веселов. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Пятое колесо или мотор? Какие задачи собирается решать новая общественная палата? Если раньше мы приходили просителями, то теперь они будут приходить ответчиками. Что связывает бывшего сенатора и Свету из Иванова? Спасти жизнь ценой собственной. Погибшие в огне не забыты. Просто было пламя очень жаркое, высокое пламя. Кто не вернулся со смены и кого увековечили в бронзе? Когда прогулка заканчивается провалом? Страшно, все с колясками гуляют здесь. В основном мамочки молодые живут. Кто проложил дорогу за 100 миллионов рублей и почему тротуары уходят из-под ног? Какой самый лучший подарок на Новый год? Самое главное, что есть у человека, это семья. Звездный Новый год. С какими подарками пришел в детский дом губернатор и что сам унес оттуда? Но начнем выпуск с другой темы. В отношении заместителя главы администрации города Иванова Владимира Синицына может быть возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции усмотрели в действиях чиновника признаки преступления. Родители часть тренерского состава 9-й спортивной школы выступали против назначения нового начальника городского спорткомитета. Свой протест они намеревались выразить на согласованном митинге. Однако, по словам инициаторов, заместитель мэра Владимир Синицын пригрозил уволить тренеров и руководство школы, если акция состоится. Аудиозапись разговора была выложена в интернет и вызвала широкий резонанс. Митинг состоялся, а депутат областной думы Дмитрий Шелякин обратился в полицию с просьбой проверить законность действий чиновника. По итогам проверки правоохранители усмотрели в действиях служащего признаки преступления. Незаконное воспрепятствование должностным лицом проведению митинга. Материалы были переданы в Следственный комитет. Сейчас следователи изучают наличие оснований для возбуждения уголовного дела. На недавно построенной дороге на улице Кудряшова в Иванове уже начинает проваливаться асфальт. Ямы образовались не на проезжей части, а на тротуаре, что создает серьезное неудобство для пешеходов. Строительством этой дороги от проспекта строителей до улицы Генерала Хлебникова занималась ООО «ДСУ-1». Стоимость контракта более 100 миллионов рублей. Он включает и прокладку тротуаров с обеих сторон, и благоустройство территории. Дорога пока не принята в эксплуатацию, однако движение по ней открыли. Светофоры в рабочем состоянии. Несколько дней назад местные жители обнаружили на пешеходных дорожках два провала. Асфальт треснул из-за просадки грунта. Страшно, все с колясками гуляют здесь. В основном мамочки молодые живут, как бы молодые семьи. И страшно, опасно, мне кажется. Можно вдруг провалиться. Бывший член Совета Федерации Тувановской области возглавил Общественную палату региона. Юрий Смирнов был избран сегодня большинством голосов без альтернативы. Впрочем, новый состав не обещает быть единогласным. Уже наметились точки противостояния. Как это было, расскажет Сергей Хохлов. К новому составу сегодня присматривались прокуроры и полицейские. Правда, полиция была в штатском. Правоохранители объясняют, что хотят быть ближе к обществу. Это национальная тенденция. Присматриваться есть к кому. Из четвертого состава в пятый перешло меньше половины. Есть люди, откровенно нацелившиеся поработать. Например, Илья Пегалкин, координатор местного отделения Федерации автомобилистов России. Мы теперь имеем полное право приглашать на своей комиссии существующих чиновников городской администрации и областной администрации. И с ними разговаривают совершенно уже другим языком. Если раньше мы приходили просителями, то теперь они будут приходить ответчиками. Об избрании Юрия Смирнова говорили еще летом. Сегодня его кандидатуру поддержали сразу несколько представителей палаты. Аргументы – опыт, вклад в развитие региона. В первую очередь Вичуги и Приволжска. Кто-то пошутил, что Юрий Смирнов – самый известный житель Приволжска после известной телеведущей Светланы Курицыной, пресловутой Светы из Иваново. Главное преимущество Смирнова перед коллегами, по их словам, – федеральные связи. Считается, что это поможет активнее представлять регион в верхах. Новый председатель готов исполнять эту миссию. Обеспечить четкое взаимодействие с вышестоящей уже федеральной палатой, и не только с ней, и с другими федеральными органами власти, с тем, чтобы наши люди, живущие на территории Ивановской области, были услышаны не только властью Ивановской области. Единство, проявленное при выборе руководителя, не обещает быть вечным. Фронта проявилась при оптовом голосовании за представителей профильных комиссий. Это что-то вроде думских комитетов. Из 50 четверо выступили против списочного голосования. Мол, большинство в палате – новички, никто никого не знает, стоило бы разобраться. И вообще, чтобы тело двигалось, на него должны действовать две силы, а не одна. Многие голосуют просто потому, что они, ну, как мне кажется, чтобы просто не выпасть из общего этого русла. И если такое голосование, оно будет продолжаться и дальше, вот так вот, скопом не задумываясь, ничего хорошего не получится. Впрочем, новый состав обещает действовать согласованно и подхватить проекты предшественников. В первую очередь речь идет о программах по переселению из ветхого и аварийного жилья. Сергей Хохов, Сергей Тютин, программа «Губерния». Памятник погибшим огнеборцам открыли сегодня на территории городской специализированной части по тушению крупных пожаров в Иванове. Торжество приурочили ко Дню Спасателя и 25-летию создания МЧС России. Кого увековечили в бронзе, расскажет Марина Зенина. Более двух с половиной тысяч выездов на пожары, более тысячи четырехсот на дорожно-транспортные происшествия. Активная профилактическая работа в этом году снизила количество ЧП и пострадавших. Спасатели и пожарные ежедневно в Ивановской области спасают 5-10 человек. Это вдумайтесь, да, вот эти цифры. И не всегда, к сожалению, спасатели и пожарные возвращаются после задания, после выполнения своих обязанностей домой. За всю историю пожарной охраны в области погибло восемь огнеборцев. Валентина Матвеева – вдова. Она до сих пор помнит солнечный день 12 мая 1988 года. Утром, как обычно, ее муж Вячеслав Матвеев, пожарный, ушел на работу и не вернулся. Горела школа, у них был вызов. Как бы у них был обед, во время обеда была тревога, вызов. Просто было пламя очень жаркое, высокое пламя. Как бы вот провод электрический упал. А он в этот момент как бы через забор перепрыгивал и все. Идея создать памятник погибшим огнеборцам возникла у спасателей давно. Долго не могли определиться, каким он должен быть – стеллой, памятным знаком, фигурой. Среди сотрудников организовали конкурс эскизов. Выбор пал на рисунок Дмитрия Горбунова. Спасатель ранее работал в реставрационной мастерской. Создавал эскизы, сначала рисованные, потом лепные, в уменьшенном варианте. После того, как утвердили, эскиз начал делать уже из материала, модель, форму. Вот отливал уже на месте из бетона. Пожарный, борющийся с огнем. На создание памятника ушло 4 месяца. Монумент возвели на пожертвования сотрудников управления МЧС и подведомственных подразделений. Марина Зейна, Антон Осипов, программа «Губерния». Обновился сегодня у спасателей парк техники. Ключи от двух новых аварийно-спасательных автомобилей вручили городскому спасотряду. На одной из машин самостоятельно прокатился ивановский мэр Алексей Хохлов. В составе спасотряда города 22 человека. За этот год сотрудники совершили около 800 выездов и спасли более 90 ивановцев. Сейчас на базе подразделения всего один автомобиль. Машине уже 8 лет и она устарела. Новые «Газели» оборудованы всем необходимым. Мобильные и легкие на ходу. Машина полноприводная. То есть мы можем не только по асфальту и, скажем, на второстепенную улицу по городу Иваново заснеженное время проезжать и оказывать помощь. Также имеется осветительная аппаратура. Два новых спинальных щита. Это для эвакуации из пострадавших автомобилей. В следующем году городской спасотряд расширится. Сотрудникам выделят дополнительные помещения на улице Гуконковых. Средства на оборудование подразделения уже запланированы. Благодаря этому спасателям будет легче контролировать восточную часть города Иваново. Буквально через пару минут вы узнаете, какой подарок к Новому году преподнесли воспитанники детского дома «Звездной» губернаторской чете. А также, что за рекорд установлен в Иванове для закрытых водоемов. Сейчас реклама и мы продолжим. Оплачивайте услуги связи компанией «Интеркомтел» банковской картой. На сайте www.icomtel.ru Телефон для справок 939393 Вы смотрите программу «Губерния». На новогодний праздник в Ивановский детский дом «Звездный» приехал губернатор. Павел Коньков еще раз убедился, что «Звездным» детский дом назвали не зря. Перед гостями выступили самые успешные коллективы. Губернатор вручил учреждению сертификат на швейное оборудование. И не остался без взаимного подарка. Новогодний концерт посмотрела и наша съемочная группа. Они привыкли к публичности, к сцене, к вниманию. В «Звездном» организована работа 13 творческих объединений. Сегодня воспитанники показали свои самые лучшие достижения в рамках проекта «Звезды Звездного-2015». Певцов, танцоров, акробатов, участников театра моды награждали «Звездочками». Конечно, название «Звездное» не просто оправдалось, оно оправдывается и будет оправдывать судьбы тех детей, которые так или иначе попали по тем или иным обстоятельствам в детский дом. На сцене работали профессионалы, неоднократные призеры всероссийских региональных конкурсов. Зал активно реагировал на каждое выступление. В пятницу на «Елку» в «Звездный» пришли и бывшие воспитанники, которые сегодня живут в приемных семьях. В детском доме не только адаптируют мальчишек и девчонок ко взрослой самостоятельной жизни, но на базе Центра подготовки приемных родителей дают возможность ребенку обрести семью, а взрослым – почувствовать себя родителями. Саше Курвангильдееву 11 лет. Сегодня он ученик кадетского корпуса. Два года назад у мальчика появилась семья, а в семье Бабкиных под Новый год – третий ребенок. Подарок, который, говорят, они сами себе организовали. Самое главное, что есть у человека – это семья. Все, что можно пережить – это с помощью семьи, все, что можно завоевать – это с помощью семьи. Соответственно, семья во главе угла, а уже потом все остальное, весь остальной мир. Саша попал в семью, где сложилась целая династия энергетиков. Бабушки, дедушки, мама и папа, сестра и брат – все выпускники энергоинститута. Однако мальчик пока не уверен, хочет ли продолжить семейную традицию. Мой любимый предмет – это труды. Так. А что ты там мастеришь? Разные поделки, например, самолеты, всякие игрушки. Саша, ты не думал над тем, чтобы заниматься конструированием самолета? Ну, мне больше нравится самим делать, чем конструировать. В звездном доме и Снегурочка-звезда. Как всегда, в самый разгар веселья Дед Мороз и его снежная внучка появились из темноты и зажгли огоньки на елке. Сколько бы лет ни было, человеку этот момент праздника волнует каждого от мала до велика. Потому и роль Снегурочки доверяют самым ответственным и добрым. Роль довольно-таки ответственная и важная. И, ну, все посвящались, и общим мнением и педагогов, и ребят, мы вот все-таки решили, назначили меня Снегурочкой. В конце праздника губернатор вручил начинающим модельерам сертификат на покупку швейного оборудования. А юные мастера подарили семье Коньковых украшения на елку. Ирина Афонина, Виктор Иванов, программа «Губерния». К новостям спорта. В плавательном бассейне 10-й Ивановской спортшколы побит рекорд области. Какие усилия приложил для этого спортсмена, а также чего не хватает пловцам для высоких достижений? Расскажет Денис Эрвин. Открытое первенство области по плаванию в Иванове подходит к своему логическому завершению. Три соревновательные дня были очень жаркими на события. По словам главного судьи, в этом году состав участников просто великолепный. И уровень, который показывают спортсмены, не оставит равнодушным даже далекого от плавания человека. Результаты, к слову, не дадут соврать. Очень много рекордов школы побитой области. Спортсмены очень сильные. Иногородние команды очень хорошие. Достойное соперничество идет. Ребята плывут здорово. Однако один из рекордов здесь ценят особо. На дистанции 200 метров брасом Даниил Мельников выполнил норматив кандидата мастера спорта. С результатом 2 минуты 24 секунды он побил прошлый рекорд на 5,5 секунд. Удивительным этот результат выглядит и от того, что за несколько недель до стартов он получил очень серьезную травму. Я сломал палец. И многие говорят, что я отдохнул от спорта, вернулся с новыми силами, морально подготовился, разложил дистанцию и все технично выполнил. Что оказалось действительно удивительным, так это то, как сами молодые спортсмены относятся к лидерам своей спортшколы. Здесь их действительно уважают и смотрят как, например, для подражания. Благодаря им, рассказывают спортсмены, хочется приходить в бассейн и работать, не покладая рук, чтобы однажды достичь подобных успехов. Маргарита Малозина, Александра Шелухина. Они кандидаты мастера спорта и мастера. Очень хочется стать таким же, как они. Впрочем, есть в бочке меда и ложка дегтя. Как говорят специалисты и сами спортсмены, в Иванове крайне не хватает бассейнов, особенно на длинной воде. Ведь именно в них и проходят основные соревнования в России и мире. К глубокому сожалению, спортивная школа в Иванове также всего лишь одна. А желающих заниматься очень и очень много. Денис Сербин, Денис Железов, программа «Губерния». А сейчас коротко о темах следующего выпуска. Прелести коммуналки. Уникальный эксперимент, в котором участвовала вся страна. Стены не спасали от того, чтобы все не знали о своей личной жизни. Машина времени существует. О чем нельзя было говорить на кухне? Кортик против злоумышленников. Какое оружие может остановить рост преступности в регионе? И кто они, доблестные офицеры? Если вы стали очевидцем какого-либо интересного события или происшествия, звоните на нашу горячую линию 58-77-77. О метеопрогнозе прямо сейчас вам расскажет Дарья Трифилова. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Удачи! В первый выходной день атмосферное давление будет сильно понижено. 738 миллиметров ртутного столба. Подробнее о погоде через считанные секунды. Ресторан «Шафран» поздравляет вас с Новым годом и приглашает провести незабываемую новогоднюю ночь. Вас ждет зажигательное шоу-программа «Море позитива» и «Изысканная кухня». Детям вход бесплатный. Ощути гостеприимство в ресторане «Шафран». И о погоде. В субботу на европейскую территорию России прорвется очередной циклон. Вместе с ним в Ивановскую область придут массы довольно теплого и влажного воздуха. Ночью в Иванове и области пройдет небольшой снег. Температура воздуха 0,2. Днем облачно, небольшие осадки. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 0,2. На грядущей неделе термометры с каждым днем будут понижать показания. И к Новому году погода войдет в соответствие с календарем. Ожидается до 12 градусов мороза. О погоде на этом все. Хотите видеть детей счастливыми? Откройте дверь в магазин развивающих игрушек. Магазин «Развивайка». Торговый центр «Карамель». Улица Богдана Хмельницкого, 40А. Остановка «Центральный рынок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова